Продолжение следует... Поставленные задачи. И чё? Ой, это там сегодня как только они агитировали. Вы позор, трусы. Какой пример вы подаете? Как вы будете воспитывать своих детей? Как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям? Дайте адреса, и мы им расскажем, какие вы есть на самом деле. А что это было делать? Я говорю, фаршем быть я не хочу. А что тебе за это будет? Не знаю, а. Да никому ничего не будет, угомонись. Что надо было делать? Обещают. Да ничего, мам, ничего. Сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем делать, потому что они рняк. И чё? Говорят, и судить будут, и что только там с нами не будут делать. Да мне похуй, блять, потому что тебя обсудят, блять. Ты главное будешь живой, блять. Я тебе прекрасно буду смотреть в глаза, мне нужен живой сын. Вот. Я, он говорит, как вы будете воспитывать своих детей? Я говорю, ну как минимум, говорю, живой. Это не говоря уже за военных людей, говорю. Кто кого вспоминает? На 9 мая, говорю, за ветерана у нас люди нажираются, как свиньи. Говорю, это так память чтят? И они ничего не ответили. Я говорю, про наш полк, говорю, слагают легенды о том, что смертный полк, говорю, потому что по количествам потерь он всех превзошел. И мы теперь тут на охране командного пункта. В общем, никого нет. Нас от силы из, наверное, человек 150, и такие, как я, человек 130, как не больше. Мне все равно, пусть они чухают, хотя говорят, ну пусть ты будешь даже осужденный, мне похуй. А кто нас осудит? У нас в стране какое-то положение ввели или что? Ну нет, конечно. Ну и все, какой суд? В стране-то положения никакого нет. Да максимум грозит увольнением. Такая вот канитель. Они батюшку привезли, чтобы нас тут агитировать. Ой, тут мам целая делегация приехала. Говорит, почему не хочешь? Я говорю, как почему? Говорю, у меня нет сил больше. Говорю, ни физических, ни моральных. Он говорит, ну давайте ему дадим неделю восстановиться. Я говорю, что? Говорю, где восстановиться? Говорю, чем это отличается от того? Говорю, я дома здесь что ли или как? Или, говорю, у меня тут какие-то привилегии есть. Там пойти погулять, как-то расслабиться, отдохнуть. Он говорит, вас будут судить. Я говорю, пускай судят, зато я буду дома. Правильно, пошли мне нахуй. И вообще, ты скажи, блядь, я единственный мужчина остался в семье, блин. Да, он говорит, этот тип, говорит, отец. Я говорю, нет, отца как-нибудь. Я говорю, ну, в 2020 году умер. Говорю, кто моей матери поможет? Говорю, ты? Ну, на полковник тогда. Ну, не ты, говорю, вы? Или, может быть, вы на батюшку? Я говорю, никто не поможет. Говорю, меня забудет в эту же минуту, если, не дай бог, я погибну. Как меня отсюда отправят? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Он говорит, никто никого никогда не забывает, всех все помнят. Родина всех помнит. Да мне поку на ихнюю память. Я говорю, я у него спрашиваю, говорю, мы вообще ради чего здесь? Ну, ради чего? За Родину. Я говорю, за что? Говорю, за Родину воевали наши деды. Говорю, а мы непонятно. А мы, говорю, здесь непонятно для чего. Ради чего все это? Я лично не знаю. Ни цели, ни перспективы какие. Я говорю, ни один такой говорит. Никто здесь ничего не знает, кроме говорю вас. А вы, соответственно, нам ничего не рассказывайте и не доводите. Ну и все, они сказали, что мы позорим полк. Ну, если такое, я не знаю. Ну, мы спокойно плюнув им под ноги ушли. Понимаешь, у каждого автомат, у каждого боеприпаса. Так, сынок, я тебе не осуждаю. Даже если меня кто-то будет окружать, я мнение твоего не изменил. Этот героизм нахуй никому не нужен. Я тебе говорю, не героизм. В первую очередь жить хочется. Да, все правильно. Мне нужен живот. Я хочу тебя видеть дома. Я хочу еще твоих детей поднять, своих внуков и все остальное. У меня один мужчина остался, блядь. Спасибо. UTB. Продолжение следует...